Задача про перекрашивание. Возьмем изначальную полосочку из 12 клеток. Клеткам позволено быть черными и белыми. Каждая клетка либо черная, либо белая. И сейчас мы будем по определенному правилу перекрашивать эту полосочку. За одну операцию можно выбрать некую прямоугольничую, то есть последовательное множество из нескольких последовательных клеток. То есть можно выбрать некоторый прямоугольник и инвертировать цвета в этом прямоугольнике. То есть именно внутри этого прямоугольника превратить черное в белое и наоборот. То есть одна операция это изменение цвета, то есть инвертируя цвета в некотором прямоугольнике. По вашему выбору спрашивается, какого наиболее количества операций достаточно, чтобы наверняка сделать всю полоску, чтобы избавиться от всего черного. Здесь еще, наверное, последовательное наверняка, я его произнес, кажется. Оно важно, потому что если как-то изначально одна черная клетка, то достаточно одной операции. Слово наверняка, потому что при любой заданной ситуации вы готовы за такое-то число операций произвести эту перекраску. Давайте подумаем, в чем здесь дело. Ну и мы уже, исходя из предыдущего сюжета, понимаем, что идеальный вариант это подобрать некоторый вот такой вот счетчик, который бы у нас контролировал ситуацию, который бы показывал нам, насколько мы далеко от цели. Помните, в первом, в нулевом сюжете, да, это был сумма координат x плюс y выступал как счетчик. В первом сюжете это было количество бассейнов. То есть это разнообразие сюжетов тут огромное. Что же в этой задаче может служить такой характеристикой? Количество черных компонентов. Ага, я сначала думал, что вы скажете, количество черных клеток, это вот такая первая мысль может в голову прийти. Раз мне надо сделать в итоге всю белую полоску, то, конечно, мешают черные клетки, от них надо избавляться, да? Но дело не в их количестве, потому что, если, например, представьте, вся эта полоска целиком черная, да, вся эта полоска целиком черная, то, казалось бы, черных клеток очень много, но достаточно всего одной операции. То есть взяли всю эту полоску целиком и заодно операцию перекрасили, да? Или если там один какой-то блок, например, черный, да? Поэтому мы сразу сказали уже то, что возможно является хорошим счетчиком, да? Вы сказали количество связанных компонентов, да, черных, ну или как, как сказать, связанных вот этих блоков черных клеток. То есть какая общая ситуация? Вот наша полосочка, как бы ни была раскрашена, она представляет собой, пройдем слева направо, она представляет собой последовательность чередующихся блоков, да? Белый блок, черный блок. Блок может состоять из одной белой, а может и более длинный будет. Да, то есть, ну и заканчиваются или на белых, или на черных. Чередующиеся блоки белых и черных клеток. И действительно вот кажется, что именно дело в этих блоках. Если очень много блоков, да, то это препятствие к быстрому получению белой полоски, да? Как-то, ну давайте сейчас точно попытаемся сформулировать. Значит, вы предлагаете количество черных именно, да, блоков. То есть ваш счетчик вот на моей конкретной картинке, раз черный блок, два черный блок, три черные блоки. Ваш счетчик, количество черных блоков, на нашей картинке он равен трём. Давайте выберем, как? Обозначим. К равен трём. Что происходит при выполнении одной операции? Давайте подумаем, что может с этим количеством произойти. Ну, здесь нужно некоторое рассмотрение нескольких случаев, да? Вот я перекрашиваю прямоугольник. Что может происходить? Вот это граница прямоугольника. Понятно, что это за прямоугольник? Вот именно здесь я буду производить изменения цветов. Вот это моя очередная операция. Ну, допустим, вот эта граница прямоугольника совпадает с границей черного и белого блока. То есть как раз здесь происходит граница между черным и белым блоком. Вот что тогда произойдет? Здесь, наоборот, после инвертирования цветов, черный блок продолжится, да? То есть здесь склеится вот этим бывшим белым блоком. А если граница перекрашиваемого прямоугольника у нас не на границе между блоками, то есть были черные и белые, вот они продолжаются, да? То тогда здесь, наоборот, после выполнения операции возникнет новая граница между блоками, да? Так, отсюда что-нибудь понятно, как изменяется количество блоков, конкретно черных блоков или не очень? Ну, здесь можно рассмотреть разные случаи. То есть вот в этой границе и в этой границе что могло происходить? Другой вариант, конечно, тут заняться не блоками, а границами. Ну, раз уж мы предпочли черными блоками, действительно можно рассмотреть разные случаи и понять, что вот, скажем, в случае, который у меня нарисован, да? Количество черных блоков уменьшится на единички, да? Потому что здесь черный блок склеился с бывшим белым блоком, да? И здесь количество черных блоков уменьшилось на единички. Вот, например, в таком случае, как здесь нарисован, если здесь черный блок продолжался через границу перекрашиваемого прямоугольника, а здесь, ну, например, тоже продолжался какой-нибудь белый блок, например, белый блок, да? То видим, что здесь после перекрашивания наоборот пойдет новый белый блок, а здесь новый черный блок. Здесь вообще увеличилось количество черных блоков, на единичку увеличилось. Да, так кажется. Но давайте, может быть, посмотрим на границы, еще раз, прямоугольника, который мы перекрашиваем, или вообще посмотрим на все границы между блоками. Да, может быть, будет нам проще и яснее. Вот границы между нашими блоками. И когда вы перекрашиваете очередной прямоугольник, что вы творите на самом деле? Вы либо одну новую границу, либо новую границу между блоками устанавливаете, правильно? Либо, если она, например, вторична, вот эта граница, здесь была граница между блоками, и вы использовали эту границу как границу нашего перекрашенного прямоугольника, тут, наоборот, исчезли границы. Количество границ между черными и белыми блоками, оно изменяется не более чем на два. И, кажется, это действительно объясняет, что вы правы, да? Количество черных блоков нашей вот этой вот черно-белой земли изменяется не более чем на единичную. Значит, k в процессе наших операций изменяется не более чем на единичную. Ну, вы можете аккуратно вот это вот рассуждение с разбором случаев еще повторить, чтобы убедиться, что эта лемма действительно верна. Количество черных блоков, я еще раз напоминаю, да, как оно определялось, все изначально разбили последовательно, идем слева, и на белые и черные последовательные блоки. Количество черных блоков изменяется не более чем на единичную. Изначально было три черных блоков, значит, нам нужно не менее трех операций, чтобы прийти к полностью белой флорусе. Правильно? Ну, одновременно это и оценка, ну, и... и в каком-то смысле пример, да? Отсюда сразу можно вытащить, можно немудростую лукавую, просто каждый черный блок взять и перекрасить за одну операцию белую цель. Поэтому вот эта вот... вот эта характеристика действительно то, что надо, да? Она говорит о том, сколько операций нам требуется, чтобы достичь цели. это и есть счетчик, который нам нужен. Какая же тогда самая неудобная ситуация, в которой нам придется больше всего операций произвести? Приработать через лукавую цель. То есть, когда такая у нас зебра, да? Когда блоков больше всего черных, ну, а больше блоков быть не может, да? То есть, вот эта ситуация, когда 2 равна 6, у нас 6 черных блоков, а больше быть просто-напросто не может. Потому что между двумя черными блоками хотя бы одна белая клеточка есть, правильно? Тем самым белая клеточка не меньше 6, если в черных блоках было 7. Правильно? Этого быть уже не может. А про эту зебру с 6 черными блоками мы понимаем, что 6 операций нам хватит, а меньшего количества операций не получится. Меньшее количество операций недостаточно. Ответ в этой задаче 6. За 6 операций всегда можно, но без о меньшего количества. И есть пример, когда 5 операций точно не будет достаточно.